Виталий Матюшин и мои коллеги-журналисты БУК-ТВ Из всех событий этой недели мы обсуждаем то, что важно знать в подробностях и к чему необходим компетентный комментарий. Как всегда, в начале выпуска коротко о главных темах сегодняшней программы. Олимп для тружеников. В 18-й раз в Ленинской администрации города Бреста подвели итоги социально-экономического развития предприятий в 2019 году. Лучшие из лучших поднялись на вершину Ленинского Олимпа. Его знают в Беларуси и далеко за ее пределами. У них учатся организации бережливого производства. Показатель производственный травматизм здесь равен нулю. На машиностроительном предприятии Компа забота о людях стоит во главе угла. Дамы, носите эффектные шляпки. Шляпка венчает всю вашу красоту, как вишенка-тортик. Совет от модистки Кристины Носик, создающей уникальные головные уборы. В эфире итоги недели. Мы продолжаем. В чем заключается успех любого предприятия, будь то огромный завод или маленькая фирма? Ответ однозначен. Люди. Трудолюбивые, талантливые, преданные своему делу. Именно такого мнения придерживается в администрации Ленинского района. А потому же в 18-й раз проводят вечер чествования лучших из лучших работников среди трудовых коллективов и предприятий промышленного комплекса. На протяжении года они выстраивают свою политику, наращивают экспорт, совершенствуют производство, чтобы показать эффективность и рентабельность производств. Руководители и специалисты ведущих заводов, фабрики и комбинатов собрались в Большом зале для того, чтобы узнать, кто вошел в число лидеров, а также определить цели и задачи на ближайшие несколько лет. Участие в мероприятии принял председатель Брестского горесполкома Александр Рогачук. Парад правофланговых – так можно назвать мероприятие под говорящим названием «Ленинский олимп». 2019 год был насыщенным для областного центра. Тысячелетний юбилей Брест встретил во всей красе. Заслуга в этом и предприятий, и отдельных горожан, каждый из которых своей работой старался внести посильный вклад в развитие родного города. Большие преобразования произошли в Ленинском районе. Он обзавелся новыми местами отдыха, получил достойные арт-объекты, которые будут радовать глаз еще очень и очень долго. Немалый вклад внесли в эту деятельность предприятия Ленинского района. Это отметил в рамках приветственного слова мэр города Александр Рогачук, открывая торжественное мероприятие «Ленинский олимп». Я хочу сказать огромное спасибо всем здесь присутствующим за 2019 год. Как бы то ни было, 2019 год был, да, нашим юбилеем, но это было, в хорошем понимании, годом города Бреста. Нам удалось сделать Брест узнаваемым, Брест современным. Нам удалось сделать так, что все прекрасно понимают, что лучше нашего города нет областного центра. И самое важное, что по итогам 2019 года, помимо этих всех праздников, город Брест сейчас заявлен на республиканскую доску подсчета, как город успешного социально-экономического развития 2019 года. И в этом заслуга Ленинского района, предприятий Ленинского района особая. Вы малыми силами, но делаете большие дела. Ну и самое важное, что те руководители предприятий, которые есть, я вас всех знаю очень хорошо, реально имеют понятие чести, имеют понятие патриотизма и имеют большой любовь к нашему городу. Ленинский район – самостоятельная территориальная единица Бреста. Большой промышленный потенциал, экономическое привлекательное, социальное, культурное и туристическое разнообразие – все это можно найти здесь. Александр Рогачук пожелал участникам лишь приумножать все то хорошее, что было сделано в районе за последние годы. Конечно, не будет у нас больших строек, не будет у нас уже сверхбольших каких-то бюджетных инвестиций. Наша задача – то, что наработано в 2019 году, продолжить. Поэтому уже сейчас, даже сегодня, идет работа на продолжение набережной, вы, наверное, кто строитель, тот уже знает. И когда-то, для того, чтобы это будет в следующем году, максимум через год, мы соединимся уже с территорией Брестской крепости. Это будет очень здорово. Уже сейчас идет работа по медицинскому центру в нашем городе, идет работа по жилищному строительству, по другим объектам, реализуются хорошие инвестиционные проекты. Поэтому мы будем дальше двигаться вперед. Из рук родоначальника первая награда «Меценат года» была вручена одному из крупнейших предприятий Ленинского района – Брестскому мясокомбинату. Предприятие активно включилось не только в экономическую работу. В 2019-м оно дало начало хорошим, новым культурным традициям, получившим признание горожан. Все, что мы делаем для любимого города, остается замеченным. И даже вы своими теплыми словами даете некий аванс нашим будущим достижениям. В свою очередь хочу сказать, что все, что мы делаем, не так просто дается. И нас сегодня уже после всех реорганизаций 2,5 тысячи человек. И каждый относится к своей работе с трепетом и любовью и отдает себя сполна. И в итоге мы имеем то, что имеем. Поэтому спасибо, что отмечаете наши достижения. В свою очередь, своему коллективу я говорю огромное спасибо. Средний возраст 36 лет нашего коллектива. Мы молодые. Надеюсь, мы будем дальше дарить городу хорошие подарки. И вместе своим процветанием будет предстать наш город Брест. Конкурс «Ленинский Олимп» за долгие годы существования стал серьезным показателем успешности в районе. Во многом это признают и участники промышленного состязания, и его авторы. Стать победителем здесь сложнее, чем на подобных областных и республиканских отборочных этапах. Традиционно лучших организаторы выбирают по двум критериям. На представление к наградам выдвигаются и организации, и лучшие сотрудники. Каждый из которых уверен. Только если подходить к своему делу серьезно и ответственно, предприятие ожидает успех. С каждого предприятия есть люди, которые лучшие по профессии, мастер своего дела, которые много лет проработал, которые уважаемый человек. Есть люди, которые прошли от рабочего до заместителя генерального директора или директора, руководителя. То есть те люди, которые знают предприятие изнутри. Могут стать на любой участок работы, на любую линию, и сделать ту работу, которую делают его сотрудники. А если он может сделать, он может проконтролировать и проверить. Это призвание. Это когда идешь с любовью на работу, и когда действительно нравится твоя работа, мне нравится вообще наш коллектив. У меня как бы очень интересная работа. Мы ремонтируем оборудование. Я как бы бригадир слесарей-ремонтников. Ребята очень-очень-очень интересные. К каждому нужен индивидуальный подход. За многие годы работы я практически стал психологом с каждым своим работником. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, ПНВ, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. С 20 февраля по 1 марта в рамках Единого Республиканского Дня Безопасности в Бресте проводится комплекс мероприятий. Профилактические рейды и акции, классные часы в учебных заведениях, встречи в трудовых коллективах. Сюжетов в эфире на эту тему было много. А в следующем материале выпуска мы расскажем о брестском предприятии, которое в части безопасности своих сотрудников и охраны труда можно назвать лидером. И не только в этой части его знают в Беларуси и далеко за ее пределами. У них учатся организации производства. Общество с ограниченной ответственностью – машиностроительное предприятие «Компа». На его базе проводятся семинары по бережливому производству. Простыми словами, бережливое производство – это борьба с потерями, организация полного порядка и экономия времени. В настоящий период здесь уже прошли обучение представителей 55 организаций – всего порядка 700 человек. Показатель производственный травматизм на «Компа» стабильно равен нулю – более 7 лет. И это командная работа руководителей и рабочих. В этом убедилась Виктория Нечаева. 40 часов в неделю, 160 в месяц. Приблизительно столько белорусы проводят на рабочем месте. Очевидно, чем комфортнее и безопаснее условия труда, тем лучше атмосфера в коллективе, соответственно, выше объем проделанной работы. Найти нужную деталь за своим рабочим местом наладчик станков программного управления предприятия «Компа» Валерий Кудряшов может за несколько секунд. Все благодаря простой, но суперэффективной системе бережливого производства. Она позволяет работать с максимальной пользой, используя каждую минуту. Все расписано. Какой планцион, какая матрица, какого размера. Я уже знаю почти тяжу, которую мне надо поставить. Или матрицу, или планцион в данный момент. Чтобы сделать вот эту, естественно, деталь. Я скажу вам честно, многие люди, которые применили технику, вернее, взяли применение от Михаила Михайловича в своих гаражах, даже в своем доме, в своем хозяйстве, на дачах. Валерий Кудряшов – один из самых опытных сотрудников. Трудится на «Компа» 18 лет. Но то, что из системы бережливого производства работает, ощущают на себе и те, кто только недавно пришел сюда. Бережливое производство очень много помогает в нашей работе. Это время, это быстрая работа. Я уже здесь работаю три года. Очень нравится работа. Тепло, хорошо. Прекрасное руководство. Хорошая заработная плата. Конечно, сердце машиностроительного предприятия «Компа» – производственный цех. И если здесь что-то пойдет не так, страдает весь большой организм. Все движения работников, кажется, автоматизированы. Здесь не найдешь чего-то лишнего. У каждого инструмента свое место. Все разложено по своим полкам и подписано. Система бережливого производства тесно связана с охраной труда. Показатель производственный травматизм на «Компа» стабильно равен нулю. Уже лет семьи, к слову, даже плановый медосмотр сотрудники предприятия проходят без отрыва от производства. Врачи приезжают на предприятие и рабочие даем им возможность в течение двух-трех дней пройти медосмотр. То есть без отрыва от производства также раз в год приезжает рентген-кабинет мобильный. То есть, опять же, без отрыва от производства желающий любой может пройти рентген-обследование. У нас очень хороший соцпакет у работников. Есть медицинское страхование на каждого работника. Поэтому они все в случае болезни и лечения лечатся в лучших клиниках нашего города. Такой подход к организации работы – фишка генерального директора предприятия «Компа» Михаила Белоусова. Все предметы в его кабинете рассортированы. У каждой папки свой номер и цвет. На поиски важных документов тратить время не нужно. Откуда такой педантизм и что дает такой подход? Улучшает нашу работу, если у нас завалено ненужными предметами рабочее место. Нет. Оно отвлекает. Надо его искать, надо где-то что-то. Уменьшается количество брака. Порядок не может быть. И являются причиной нарушения техники безопасности. Это все взаимосвязано. «Компа» работает на рынке мясоперерабатывающей промышленности 29 лет. Выпускает оборудование, на котором работают мясокомбинаты и мясоперерабатывающие производства. География поставок – это 5 континентов и более чем 30 стран мира. Три года назад «Брестская компа» была признана третьим игроком на мировом рынке по выпуску особо сложной техники. А потому планы на будущее очень серьезные. Мы начинаем выходить на более крупных потребителей нашей продукции. Это такие монстры, как Черкизовский, мясокомбинат «Останкинский», «Тавров» в России. Это крупнейшие монстры мясокомбината, которые выпускают продукции. Поэтому мы уже начинаем потихоньку прорываться на эти предприятия. Поэтому за счет будем расширять рынок избыта не только за счет новых территорий, но за счет новых на старых территориях, но начинаем работать с новыми клиентами. Виктория Нечаева, Адоль Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Вести здоровый образ жизни сегодня модно. Все активнее люди начинают искать альтернативу общественному транспорту и автомобилям. Велосипеды, гироскутеры, скейтборды укоренились и в Бресте. Тем более, что наш город активно поддерживает эту тенденцию и создает определенные условия. Трансформируются маршруты общественного транспорта, расширяется сеть велодорожек, организован прокат велосипедов «Калабайк». И это только начало. Сегодня к проектам городских властей подключаются неравнодушные люди, которые вместе с общественными организациями инициируют новые проекты. Наша съемочная группа побывала на встрече, где обсуждался вопрос об устройстве парков и скверов в городе, а также вопрос о возможности создания первого роллер- и скейт-парка. Подробнее о нововведениях расскажет Ирина Кузьмич. В январе нынешнего года мы рассказывали о создании скейт-парка в гараже Брестским учителям физики. Такое хендмейд ценило большое количество ребят, увлекающихся скейтами. Для них это место стало новой площадкой, где есть хорошая возможность не только отточить трюки, но и научиться новым элементам. Ведь в компании единомышленников заниматься любимым делом интереснее. Это хорошо пользуется спросом. Дети есть, дети, да и взрослые ребята, которые уже хорошо катаются. Можно было бы даже какую-то, как я хочу, организовать скейт-школу, обучать каких-то подростков, которые просто хотят научиться кататься на скейтборде, но они, можно так сказать, не знают, как и с чего начинать. Скейт-парк в гараже – хорошая идея. Но для ребят, которые дня не могут прожить без трюков на своих скейтах, велосипедах или роликах, такая инициатива – не выход. Только по официальным данным в городе насчитывается более 100 скейтеров, а значит, им необходима площадка просторнее, и город располагает такой территорией. В различных районах Бреста существует более 15 зелёных зон, на территории одной из которых участники двугородских организаций «Время земли» и «Завела Брест» предлагают спроектировать роллер и скейт-парк. На протяжении года инициативная группа работала над созданием новой концепции зелёных зон, где основной акцент был сделан на то, чтобы эти площадки были разными по тематической направленности. Когда мы разрабатывали эту концепцию предложения, мы бы хотели, чтобы эти парки все были функциональны, они отличались друг от друга, и вот у нас появилась такая идея, что можно было бы первый такой парк, это вот на месте сквера, который сейчас на Папанино находится улице, сделать такой первый роллер-скейт-парк, потому что в Бресте есть сообщества, которые увлекаются данными видами, и в принципе у них нет места более такого профессионального, где они бы могли развивать эти, ну, как свои навыки, да, вот. Поэтому у нас пока родилась такая идея для других зон, для других парков тоже. В будущем мы планируем разработать концепции, какими они могут быть. Необходимость возрождения зелёной зоны на улице Папанино была одной из главных тем на встрече. На мероприятии собрались и активно обсуждали тему заинтересованные ребята, для которых данный вид спорта значит многое. Они вместе пытались найти оптимальное решение сложившейся ситуации – отсутствие скейт-парка в городе. Предложения организаторов мероприятия их заинтересовали и воодушевили, ведь их мечта о создании идеального места для занятий скейтбордингом может стать реальностью. У нас все поддерживают этот спорт, и достаточно много людей, сейчас начинающих, которые на самокатах катаются, также на BMX-ах, на великах, трюковых. Скейт-парк, который у нас в парке 1 мая, то есть там стоит рампа и, ну, и пару трамплинов, грубо говоря. Трамплины у нас это забрали уже, непонятно где они, а рампа у нас в довольно-таки печальном состоянии, то есть листы, все фанеры гнилые, кататься, то есть, ну, невозможно уже. Нравится, очень сильно кататься нравится, хотелось бы развиваться в этом, развиваюсь, но развиваться невозможно в связи с отсутствием скейт-парков. Единственное место, где у нас можно кататься, это парк имени 1 мая, но там ничего нет, типа, вообще ничего. Куски дерева поломаны, и на Ленина, на Ленина гоняют. В планах у организаторов реализация и других проектов. Расширение и улучшение велосипедной инфраструктуры, озеленение города, благоустройство парков и многое другое. Люди быстро привыкают к хорошему, а безопасные улицы и чистый воздух – это, безусловно, хорошо. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. Да, люди быстро привыкают к хорошему, но и к плохому тоже быстро. На «Острее иглы» так можно проанонсировать следующий материал. 33 года назад Генеральной Ассамблеей ООН 1 марта утверждено как Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Сегодня в Беларуси ведется активная работа по профилактике наркомании, преодолению зависимости потребителей, а также по противодействию торговле наркотиками. Благодаря взаимодействию Организации здравоохранения, правоохранительных органов, других компетентных служб, ситуация находится под контролем. По информации Министерства внутренних дел, количество выявленных несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, связанные с наркотиками, за последнее время сократилось более чем на 10%. Об этом и не только говорили на днях специалисты заинтересованных ведомств на пресс-конференции, которая состоялась в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В Брестской области по итогам работы подразделений по наркоконтролю и противодействию торговли людьми в 2019-м отмечается снижение количества выявленных наркопреступлений. Между тем возросло количество уголовных дел за содержание наркопритонов с 8 до 13. Вообще дела о наркотиках всегда непростые. В разных странах к ним подход индивидуальный. В Беларуси жесткий. За сбыт можно получить от 6 до 25 лет. Сравнимо со сроком, который дают за убийство. В этой острой теме абсолютно точен главный врачебный принцип – не навредить. Судами назначаются достаточно серьезные наказания, применяются, связанные с лишением именно свободы. Поэтому рассчитывать в этой ситуации на какое-то снисхождение и получение, скажем так, наказания, не связанного с лишением свободы, я имею в виду за сбыт наркотиков, здесь в этой ситуации не приходится. Сегодня жесткий подход, но, как мы отмечали ранее, и сегодня придерживаемся такой точки зрения, что иными способами, скажем так, побороть, либо минимизировать последствия в этой сфере, наверное, не представляется возможным. Распространение наркотиков – проблема общемировая. В Беларуси ей дают серьезный отпор. В прошлом году в Бресте было перекрыто 5 каналов наркотрафика. С территории Западной Европы – 2 и 3 из России. Произошел рост количества передозировок. Из 16 случаев 6 закончились летальным исходом. Не секрет, ВИЧ, СПИД и наркотики – понятия совершенно близкие. Порой даже однократное употребление наркотиков приводит к ВИЧ-инфекции. Причина понятна – общий шприц. Путь передачи ВИЧ-инфекции через наркотики за весь период наблюдения с 87 по 2020 год и до января. У нас 36% заболевших ВИЧ-инфекцией – это лица, которые заразились при употреблении наркотиков паронетеральным путем, то есть через шприцы. Если ключевая задача правоохранительных органов – бороться с первопричиной, миссия врачей – оказать комплексную помощь. Медики акцентируют, главная ошибка – считать, что ваших детей это не коснется. Обращаются обычно, будучи пойманными, когда уже дело завертелось, бумаги уже соответствующие во все инстанции направлены, и подростка вынуждена ставить на учет. Но если в то же время родители заподозрили подростка, и он согласен явиться на консультацию, опять же, если они явятся, никакого учета заведено не будет. Будет анонимное наблюдение, которое не равнозначно учету, где мы будем стараться оказать помощь и показать подростку, что этот путь, к сожалению, ведет в никуда. Но все же лучшее средство борьбы с наркоманией, как, впрочем, и с любой болезнью – профилактика. Тотальное неприятие наркотиков обществом – вот то, что может улучшить ситуацию. Для этого в Бресте делается все возможное. За время работы Центра наглядной профилактики, где не только рассказывают всю правду о действии наркотиков, алкоголя и табака на организм человека, но и показывают, что происходит с органами после злоупотребления вредными привычками, Центр уже посетило более трех тысяч человек. Эксперты радуют статистикой. Количество наркопреступлений в молодежной среде снизилось. Виктория Нечаева, Дород Букунович и Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Не обошли наши корреспонденты стороной еще один важный информационный повод. На этой неделе в рамках программы «Корни травы. Грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека», которая реализуется правительством Японии в Беларуси с 2004 года, Брестской детской областной консультативной поликлинике было передано медицинское оборудование на сумму порядка 80 тысяч долларов. К слову, взаимодействие между нашей страной и Японией очень тесное. За время работы инициативы это уже девятый по счету проект, реализованный в Брестской области и 52-й в Беларуси. Чрезвычайного и полномочного посла Японии в Беларуси Хироки Токунага в Брестской детской областной консультативной поликлинике встречают по-белорусски хлебосольно, но с японскими нотками. Такое гостеприимство ни у кого не вызывает вопросов. С 2004 года в рамках гуманитарного трансграничного сотрудничества в Беларуси было реализовано 52 проекта. Сумма грантов, предоставленных японской стороной за 16 лет, взаимодействие сегодня составляет 4 миллиона долларов. Количество переданных единиц оборудования превышает отметку в 250. Несмотря на географическое расстояние, две страны установили дружественные отношения в экономике, медицине, а также в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Нас объединяют такие трагедии. Мы считаем, что Беларусь – это не чужая страна. И дети – это будущее, не только в Беларуси, но и в Японии. Мы считаем, что помочь детям – это помочь будущей Беларуси и будущей нашей отношении. В прошлом году Брестская детская областная больница от правительства Японии получила грант на сумму порядка 80 тысяч долларов на приобретение артроскопа и гастроскопа. Новый гастроскоп позволит разгрузить учреждения, а артроскоп улучшит оперативность оказания медицинских услуг, потому что до его появления детям приходилось проходить диагностику в столице страны. Если надо в сустав вмешиваться, без каких-то разрезов, два манипулятора завели, видеокамера, смотришь на экран и проводишь не только диагностику, но и лечение. Наше учреждение в прошлом году за этой грантовой помощи получили два вида оборудования – это современный видеогастроскоп и артроскоп, которые позволяют, в принципе, улучшить доступность и качество как диагностики, так и лечения. В рамках гуманитарного проекта медицинские устройства, поставленные в Ивановскую центральную районную больницу, впервые в рамках программы оборудование было передано в одну из школ Столина. Кстати, кроме программы правительства Японии «Корни и травы» и грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека, в Брестской области сегодня реализуются еще три трансграничных проекта. Это продолжение реализации проекта в детской областной больнице. Он называется «Об улучшении оказания медицинской помощи на травмограничном регионе». Общий бюджет данного проекта – более 950 миллионов евро. Также с 2020 года начал свою реализацию проекта в Брестской областной клинической больнице. Этот проект называется «Об улучшении эпидемиологической безопасности на польско-белорусской границе». Его общий бюджет – более 2,5 миллионов евро. И также с 2020 года реализуется проект в Жабенковской центральной районной больнице. Головной убор – часть образа, которая делает его интересным и завершенным. Для женщины важны детали, а потому перчатки, изящный ремень или необычная шляпка могут рассказать об обладательнице больше, чем она сама. В городе над Бугом есть модистка, которая не первый год занимается созданием уникальных головных уборов и понемногу возрождает шляпную моду. Котелки, капоры, цилиндры, шляпы разных размеров и форм можно найти в мастерской у Кристины Носик, которая их создает, вкладывая в каждую особое чувство и настроение. Подробнее об эксклюзивных шляпках расскажет Ирина Кузьмич. Как говорила известный модельер Коко Шанель, шляпки делают из женщины настоящую леди, а потому ни одна уважающая себя дама не могла появиться на публике без головного убора. Шляпка считалась признаком хорошего тона и в те далекие времена светские дамы их носили всегда. К слову, головные уборы того времени были театрально красивые, но ужасно неудобные. Поэтому Коко Шанель смастерила для себя элегантную и удобную шляпу, благодаря которой смогла совершить настоящую революцию в мире моды. Похожая история и у нашей героини, которая тоже начала свой путь с маленькой шляпки. Мне просто это нравилось, мне нравились эти шляпы, мне нравилось все, что носят на голове, все головные уборы, поэтому решила сама это создавать. Сначала я занималась косплеем, то есть перевоплощением персонажа, и для этого требовалось тоже какие-то украшения на голову. Вот у меня вот моя первая, ну одна из тех шляп, которые я раньше делала, вот эта вот была тоже для косплея. Постепенно Кристина переходила от маленьких шляпок-заколок к более сложным головным убором. Сегодня в ее коллекции насчитывается приличное количество шляп разной формы, котелки, капоры, цилиндры, шляпки-таблетки и многие другие. Сейчас у модистки активно покупают всевозможные шляпы не только для косплеев, театральных постановок или детских утренников, но и для повседневной носки. Желающих усовершенствовать создаваемый образ при помощи нужной шляпки с каждым днем становится больше. Сейчас я отдалась полностью этому делу, я открыла ремесленничество, я езжу на торговлю, на фестивали. Это все стараюсь как-то продвигать через интернет, открывать новые площадки, новых людей, которые хотят это. На новые эксперименты в создании шляп Кристину вдохновляют картины знаменитых художников, иллюстрации из модных журналов, кино, а также работы других мастеров шляпного дела. Кроме того, на создание новой эксклюзивной вещи уходит много времени, потому что для этого модистке необходимо в первую очередь вдохновение. Можно от двух дней, в зависимости от того, что у тебя все материалы под рукой, у тебя прям вдохновение, все, ты за вечером можешь что-то сделать. Можно за неделю ходить, можно две ходить, можно месяц ходить. У меня лежат шляпы, которые уже полгода, не могу подобрать к ней декор. Есть шляпа, которая уже, можно сказать, год будет. Вот я ее создала, но что-то пошло не так, и не могу ее закончить. Что-то вот нету, нету идеи, вот я не вижу продолжения, вот что с ней можно сделать. В мечтах у Кристины открытие собственного магазина, где люди смогут приобрести шляпу на любой вкус, потому как эта деталь гардероба поможет создать необходимую в образе каждого элегантность. Как сказала Великая Шанель, дамы, носите изящные эффектные шляпки. Шляпа венчает всю вашу красоту, как вишенка-тортик. Это были главные события Бреста, какими их увидели мои коллеги, журналисты Бук-ТВ. Мы встретимся снова на том же месте и в то же самое время уже в следующую субботу. На этом у нас все. Нам, конечно, еще есть что рассказать, но дождемся следующего эфира. А пока всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok